а вот ребята не смогла мимо пройти посмотрите на этот забор как в питере я знаю такой забор есть обалдеть замки счастья я так понимаю ну или кто что загадывает вот такой вот забор видите по всему миру люди верят в это вы смотрите вот например вот этот замок я него взяли амбарный такой ветки это наверное после свадьбы наверно тоже тут такой ритуал существует понимаешь это все с любовью связано вот пожалуйста это пожалуйста провод повесила от велосипеда но прикольно вот какой замок так то конечно ничего особенного в общем-то но некоторые экземпляры интересны то во что верят так застегнешь замочек захочешь друг потом расстегнуть а нет ключик то в речке так что стоит подумать прежде чем ключик то выбрасывать шла на звук церкви чуть-чуть опоздала к сожалению вот это здание 1866 года солнышко уже садится извините что есть то есть непрофессиональная камера пока но если у меня будут такие трипы путешествия я посмотрю если их кто-то смотрит эти видео может и куплю камеру такой цели нет снимаю для друзей звук исходил вот из этой церкви подойду ближе по моему опоздала тут какой-то был базарчик наверно весь день маркет я вижу какие-то тряпушки продаются ну и вот она же церковь которая буквально несколько минут тут колокольный звон был я опоздала ну это конечно нового ботика но все равно крыши-то отличаются от европейских это мексиканский ну скажем так испанский испании не было в португалии не было но мне вот почему-то кажется что это вот оттуда ну так же смотрите вот рядом здание какой-либо не скажу ну ну вот такой парк и даже блеющие фонтанчики вот вот это здание красиво я вам показывал он там макушка видно это я там гуляла по верху сожалению не получилось хочу чуть раньше заснять попробую зам может быть я еще буду на базарчик сейчас я их спрошу будут они завтра или нет а вот интересная витрина чуть не пробежала ну конечно все так я на самом деле не очень понимаю размер настолько мал реальные ли это пашмаки для детей размер как на грудничка мне когда-то сапожки были ну не знаю настоящая кожа нет но цену вы видите сапожочки 350 долларов между прочим в хьюстоне вот такого плана сапоги гораздо дороже потому что это настоящее кожа боже долго потрясающие качества вау здесь вот коренные техасцы они очень прауны и они носят ноги одежды обувь шляпы в общем мне сказали что оказывается этот рынок только устанавливается из 6 вечера и он будет открыт до 10 вечера я так понимаю тут бусовка целая я еще сюда вернусь прогуляюсь по улице а вообще может стоит заглянуть в этот магазин и вот в этом парке сейчас устанавливается рынок с 6 вечера и до 10 а я пойду туда пройду есть что посмотреть пока солнышко еще светит быстро загляну вот в этот интересный шок ну это капец это если бы ты думшим сюда попал я думаю что мы в этот удар надолго задержались вот кстати на летних кричит может быть но подарок сделаем друг другу я кошелечек куплю и вот это я еще кожа честно говоря еще не спросила сколько это стоит но я думаю это не дешево но это конечно прикол я такие вещи люблю а какой тут запах кожи ребята стоит вот они это сапоги такие сапоги могут стоить иногда даже больше тысячи долларов потому что это ну практически ручная работа ну это пожалуйста женские тоже кожа вау но цены смешные как ни странно я точно знаю что в Хьюстоне это будет все гораздо дороже но это вообще это искусство но я сейчас пожалуй спрошу боже сколько там все попало но я сейчас пожалуй спрошу боже сколько там все попало такие сапоги в Хьюстоне стоят баснословных денег ну вот это конечно ручная работа я понимаю это на машинке но это что портоне я еще вернусь просто в Хьюстоне за такие деньги это все не купишь но 200 долларов это смешная цена если все такой магазин в Хьюстоне ну как минимум 200 долларов сверху накидывается ну вот пожалуйста 159 долларов чистой кожи я конечно не знаю куда можно пойти в таких сапогах но наверное какие то праздники они ходят но вот это мне не очень понятно почему это 400 долларов аааа подождите у них же есть тут праздник это скорее святого праздником типа Хэллоуина который мы сейчас празднуем ой ну это это что-то это все кожа здесь такой запах стоит кожаных изделий ну вот не только обалдеть но и 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 вот мой размер для примера у меня небольшой размер Реши, вспомнил 37. Ну и вот. Карликовые все. Но качество, тем не менее. Ну, а это вообще... Я не знаю, это на грудного ребенка. И все маленькие. Вот дети тоже. Это вот прямо на куклу. Маленькую, новорожденную куклу. Прикол, правда? Кожаная. Посмотрите на это качество. Там сапожки большего размера. Продается все по смешной цене по сравнению с большими городами. Вот такой, ребята, шоп. Зашла на пять минут, задержалась уже на полчаса. И купила два кожаных портмоне и не удержалась. Ну, и здесь вот такие подороже. Просто долгих для такой обуви это ничто. Голова может закружиться столько этих злесек. Ну, конечно, рубашки все. Все красиво. Ремни потрясающие. Сейчас ремни сидят. Снимаю ремни. Не очень удобно. Ну, давайте поближе подойду. Плешки поснимаю. Я сейчас поснимаю медленно. Ну, это, конечно, шедевр работы. Обалдеть. Я сейчас сделаю просто обзор по витрине. Здесь не очень удобно подходить. Рядом вещи висят. Ну, и некоторые красивые вещи я просто пофотографирую. фетки поближе. Напишите ко мне, на гиги. Пелез bị поближе Шип Quあの из них Патница, она просто пофотографирует. СNeverнщик Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, все ремни практически больше 100 долларов ДимаTorzok На любителя, конечно, но тем не менее, не думаю, что кто-то станет отрицать, что это сделано с душой. Ну, вот, пожалуйста. Вообще-то это, я бы сказала, даже детский ремешок, он очень короткий. И вот атрибутика такая, онфайтерская. Не все полуручной работы, но это все чистая кожа. Чем не музей, скажите, пожалуйста. Чем не музей, скажите, пожалуйста. Ну, как я могу оттуда уйти? Я опероваться не могу. И цена смешная для них. Когда работала в цирке, мне сапоги такие шила, портной. Кстати, насколько вот я сейчас понимаю, он очень хорошо работу свою сделал. Ну, по-моему, он взял даже больше, чем здесь некоторые стоят. Вот, ну, там-то, конечно. Поэтому здесь цена такая, посмотрите, сколько я не хочу. Ну, это уже пошли дороже сапоги. Понятно, что шедевр. Ну, в общем, получится у меня целый фильм в этом магазине. Я хочу вам сказать, что здесь такие цены, потому что недалеко от Мексики. А вообще такие... Ой, ну вот не буду врать. Ну, вот такого плана сапоги 700-800 долларов Химстонни стоит. Я как раз перед отъездом видела. Ну, вот, посмотрите. Ну, это 250 долларов, это ничто. Это цена смешная. Но это только потому, что, я думаю, ближе к Мексике еще будет дешевле. В общем, оторваться невозможно. Ну, вот здесь они 400. В Хьюстоне вот такого плана сапоги будут долларов 700 стоять. Хотя я не особо знаток в этом. Но я как раз таки перед отъездом видела, чувачок из блатного магазина приносил коробку. Вот такие идентичные у него сапоги были. Вот нос точно такой был, из такой кожи. Я не знаю, кто это. Крокодил, наверное. Здесь вот есть цена, нет. На каких-то есть, на каких-то нет. Ну, это вообще цена смешная. Я даже поверить в итоге могу. Всего 179 долларов. Ну, вот. Вот, пожалуйста, вам сапоги с чистой кожей. 420. Смех. Я все больше и больше люблю это место. Я очень рада, что я попала сюда на салф. Что я в Нью-Йорке здесь переделала, не знаю. А вот даже, даже, пожалуйста, какие-то военные. Вот она на моему Олегу сюда приезжает. И тут перемется он повсюду, наверное. Субтитры сделал DimaTorzok